То, чтобы я, конечно, ною! Ну, эта карта пиздец какая нечестная. Такс, ну что, поехали. Итак, у нас Join Dota League, ребят. Игра будет проходить по системе BO2. Началась она ровно по таймингу, как должна была начаться. Это очень приятно. Empire против Next. Next имперцы сейчас находятся на таком очень жестком подъеме. Выступают они очень качественно, круто и показывают шикарнейшую игру. Next'ы. Ну, про Next'ов такое я сказать не могу. У Next'ов, наоборот, сейчас небольшой спад. У них какие-то постоянные замены и так далее. Вот. И... Так. TNVCL промо. Ядрен-педрен. Сейчас, ребят. Dota 2 Champions League представляет новую систему бонусов для наших зрителей. Каждый проданный билет увеличивает призовую фону. Хе-хе. Это вы потом посмотрите. Let's get cracking! Так. Это просто для Dota 2 Champions League мне нужно было ролик закинуть. Не подумайте ничего. Вот. Ну и вроде как... Сейчас, секундочку. Еще разок. Еще разок. Так, вот, наверное, надо сделать. Сегодня просто Na'Vi будут играть против Cloud9. Они же бывшие спидгейминг. Так что, сразу после этой встречи мы будем наблюдать за Dota 2 Champions League. Так, я сейчас заапдейчу название. Join.ly Ague. Empire Next 00 Update. Все. Замечательно. Ну что же, Леон, Визаж и Фурион в пике у команды Next KZ. Team Empire забирает себе Шторм Спирита Луно в бане. Мирана, Инвокер, Пак плюс Темплер Ассасин. А ребята из Next Off вычеркивают все-таки этого Эмбер Спирита. Ну, не знаю, опять же, я не очень верю в этого героя. Мне кажется, он не такой сильный, чтобы его банить на первой стадии. Мне кажется, больше этот бан похож на... Из разряда, знаете, мы не хотим играть против этого героя. Мы не знаем, что он делает, как против него играть непривычно и все такое. И проще просто его забанить, не отдавая его противнику. Никс Ассасин вместе с ним банятся. Ну, этот бан, само собой, понятен. Клокер плюс Ancient Operation на второй стадии. И вот сейчас должны по одному герою еще взять команды. Ну, я чувствую, что обсуждение этого героя будет очень долго идти. Тик-тик-тик-тик. Тик-тик-тик-тик. Кстати, надо аудио поставить себе. Оп. Все, теперь меня в Д-2 должно быть слышно. Ну что ж, а Nexty-то пока я тут звуки включал и так далее, до сих пор ничего не взяли. Они не знают, что брать. Леона Мордастова взяли. А, кстати, это же как раз-таки тот самый Свистокрыл. Ой, мне эта карта будет... Понимаете, она уже меня второй раз жестко так подкалывает. Я уже второй раз проигрываю из-за нее и мне так обидно. Не так обидно. Бистмастера взяли. Ну, такой опасный пик у Next-то. Если они цапнут, там на самом-то деле не факт, что Даззл успеет кого-то засейвить. Очень суровый пик. Пока я свое предпочтение отдаю пику команды Next. Добирает себе Бэтрайдера. Ну да, конечно же, пока имперцев-то еще не особо понятен до конца пик. Они ласт пиком, кстати, могут взять себе даже какого-то Лайфстилера. Вполне вероятно. Луна Даззл, допустим, отправляется на Изи Лайн. Да, Лайфстилера отправят в Хард, как это нынче стало модно почему-то. Не знаю, как по мне, Лайфстилер на Харде должен вообще бегать с нулем Экспы и без айтемов. Ну да, наверное, тогда я сам себе перечу. Вряд ли тут будет какой-то Лайфстилер. Какая-то тухловатая аналитика получилась. Бэйна вычеркивают Next'ы, понимая, что как раз-таки нужен какой-то суппорт, а не всякие Лайфстилеры. Ну а Team Empire забанили антимага. И вот они, Next'ы. Кстати, Lost обещал ворваться на Dota 2 Champions League. Плеер будет другой, ребят. Напоминаю, что плеер там не тот, к которому вы привыкли. Будет стримить и на Dailymotion, поэтому врывайтесь туда. Я у себя в ВКонтакте, ссылочку кину. Ну да. Ну да. Ну да. Продолжение следует... 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 О, это хук-пуджа. Воу. Я могу нарисовать хук-пуджа. Хотите? Вот он, хук-пуджа. Ма-фака. Пингуют, пингуют. Стартовать не хотят. Так, ну что, может быть, тогда немного аналитики. Что тут у нас, в принципе, могут сделать ребятки из NextOff? Ну, во-первых, если Эквал каким-то образом умудрится себе купить Травела, то пик у команды NextOff становится очень и очень очень мобильным за счет морфлинга с его репликейтом, за счет Фуриона, да, с его телепортами. Плюс тренды вызываются. Бестмастер прилетает на этих трендов с Травелов, либо на свой зоопарк может прилететь с Травелов. И в любой момент они могут практически всеми силами ударить по любой части карты. Как бы это очень сильная штука, но это все требует хорошего тимплея и скилла, естественно. Насчет скилла я не сомневаюсь, но насчет тимплея тут, конечно, дело такое. Пока Nexty не особо этим блещет. Что касается имперцев, у них пик в исполнении в разы проще. Маг, по идее, спокойно постоит на харде, а потом в случае надобности пойдет в лес. Резолюшн пойдет в мид, будет стоять там против Бестмастера и стоять ему должно быть очень легко. Гангать его не смогут, так как Бестмастер пока не получит шестой левел. Загангать он не может. Хотя, опять же, да, Визаж плюс Леон, если вдвоем припрутся, у одного Стан либо Хекс, у другого Грейвчилл либо Соло Самшн, и там под всем этим дерьмом убить можно. То есть, если Леон прокачает Хекс, то здесь будет Соло Самшн. Если Леон прокачает Стан, то здесь может быть даже будет Грейвчилл. То есть, и то, и то будет полезно. Ну а у Бестмастера топоры в целом могут убить, на самом деле, шторма в миде. Достаточно легко. Хоть я и говорил сам о том, что тут только через ульт. Но, опять же, тут какой-нибудь даззл или какой-нибудь дисраптор на подстраховке должен быть. На топе будет стоять Фурион, и Фуриона можно гонять кому-то одному. Дело такое, правда, Фура противный герой. Ну и вот, видите, небольшая аналитика, и мы теперь более-менее понимаем, что может быть в игре, в процессе игры. У ребят из Эмпайр в миде могут быть проблемы, у Шторма. Ну, так скажем, Шторм не самый легкий герой, которого можно прийти легко убить. Все-таки у него 5 армора, он себе еще купил рингов. А, вот так вот. То есть... Ого! Это вдвойне интересней. Вот просто-напросто Империя читает своего противника, понимая, что, скорее всего, в миде будет стоять Бестмастер, и решили поставить другого героя на мид, которого загангать будет в разы сложнее, потому что у него на подстраховке будет всегда даззл, и это как бы адекватно. А на топе будет стоять Шторм, спокойно крепится, и ровным счетом разницы особо и не почувствуют. Единственное то, что руны, контроль, контроль рун будет, опять же, наверное, в пользу Импер, так как у них будет даззл, у которого будет иметься возможность ходить и забирать эти руны. Ну, вот такая аналитика. Профессиональная, качественная аналитика. Топор с какой-то непонятной припиской. Луна забирает Инвиз, не очень ей нужный, главное, чтобы противник не забрал, не застал врасплох. Бегает тут Леон. Ну, и решили они тут дабло, что ли, встать? Ага, походу так и есть. Снизу тоже дабла, визаж плюс морфинг, и это означает, что Бэтрайдер, в принципе, будет спокойно стоять-то снизу, за исключением одной проблемы в виде покупки тапка. Походу дела, Мак ожидал здесь увидеть Триплу, все-таки. Мак понимает, что у него дамага гораздо больше, чем у визажилы, тем более, что его там напалмами постоянно накрывает, и Мак, кстати, может пойти даже на Ферстблад. Мак! Грейв Чилл Эмейзен заюзал, пытается уйти и уходит. Ну да, тут, конечно, задолбаешься бегать, но прогнал, прогнал своего противника. Есть Фласка, есть Тангусы, есть Тангусы. Восстанавливает, в общем, свое ХП. Ванскора поймали, за Хексили топору, это Ферстблад. Ванскор подставился, братюня. Ай-яй-яй, Ванскор, Ванскор. Его задача стоять сзади и подстраховывать Сайлента. Фидить в его обязанности не входит, но Ванскор решил фидануть. И, кстати, нормально бустанул он Ривса, теперь у него будет не только Хекс и там более-менее Станчик, а теперь этот Станчик будет 130 хренакать уже скоро. Это жесткий достаточно буст по экспе. Луна подняла третий, Грейва пока нет. Ну вот пока у Ванскору не было Грейва, с другой стороны, отбыл бы он толку, он же из Дизейбла-то даже не вышел. Тут всего две единицы армора, топоры входят как нож в масло и тычки с руки тоже. А Сайлент помочь ничем не может. Так, Сайлент пошел контролить руну, очень агрессивно действует Сайлент, руна появляется снизу. Зачем Сайленту это непонятно, ему бы крипов ластхитить лучше. Дабл дэмэдж забирает маг. Очень такая наглая и видно, уверенная игра от Эмпайр, они очень... Так... А, вот это уже интересно. В этот раз может быть Грейвчилы не спасет? Или все-таки спасет? Спасет. Там еще Морфлинг отвлекается слегка. Но у Морфлинга пока с фармом все отлично. Имеет он один скрипов, чуть меньше, чем у Шторма, но разница как бы несущественная. Незаметная, я бы даже сказал. Кабан. Артстайл, кабан. А-а-а-а. Кстати, зоопарк свой макс атыквал. На втором... На третьем левеле на два раза взял именно зоопарк, а не топорый станчик, но сайлента. Так обработать... Но у Леона маны достаточно много. Может себе позволить обработать своего противника. Ему даже сейчас хватит и на стан, и на хекс. Но здесь пропитания достаточно. Плюс еще есть все-таки дазл на подстраховке, поэтому сайлента пытаться убивать дело гиблое. А вот кого-нибудь дазл цапнуть с пятью сотнями хп, это можно попытаться. Но поднять хотя бы четвертый, чтобы были топоры второго. Вот и четвертый появился. Очень наглый эквал. Снизу Бэтрайдер уже поднял четвертый. Мантис тоже близится к четвертому. 7-2 не подставляется, все делает очень грамотно. Так, а вот в миде на сайлента опять нападение. Хорошо обработали через станчик. Просто дамажит. Оттеснили линию, появляется регенерация на топе. Эквал выпивает весь бой. Хорош. Просто молодец. Но Флая застанили. Хекс не стал юзать. Хотя можно было дать ему хекс, но тут судя по всему даже ничего тратить не стали. Это бесплатная доставка обратно рифса. Единственное минус это то, что он хпу не получил, но он ее получает с линии. Так что даже минусов по сути нет. Одни плюсы. Ситуация целиком и полностью в сторону команды Next. И вот он Amazing, который в соло пытается гонять этого бэтрайдера. Во всех так скажем ситуациях, во всех вот этих плюсах, которые имеются у Next. в миде тоже есть минусы, так как снизу бэтрайдер то куролесит, делает все, что хочет. да, у Сайлента тут чуть хуже, чем могло быть, у него вместо 30 крипов 20, даззл там вместо нормальной статистики в виде 000 имеет 010, но зато бэтрайдер вместо там 5 левела уже почти 6, а то и меньше, вот тут только 5, там уже почти 6, но это опять тоже, да, за счет даззла в миде. Я все-таки склоняюсь к тому, что у Империи ситуация получше, так как здесь еще дисраптор, понимаете, который уже потихоньку, помаленьку начинает выкручиваться и делать себе вот такие отводы, за счет них поднимать экспу. Пока только 4-ый, не так много, Леон, 4-ый, визаж, 3-ый, но тоже делает отвод, за счет которого тоже будет, ну примерно одинаковая ситуация по экспе, если мы глянем на графике, то увидим 400 экспы разницу по золоту 0, то есть в целом игра идет ноздря в ноздрю при всем том, что счет 2-0 в пользу некстов, как такового преимущества то у них и нет. Тут уже будет решать, чей пик в мидгейме сильней и кто будет больше грязи делать. Счет 0-0 это первая карта, ребят. Всем тем, кто только подключился, привет. Физкульт, привет. у нас сегодня день защитника отечества. Всех с праздником. День защитника до отечества. 27 на 9. Деняет Сайлент. Стараясь по максимуму. Но у Эквала все равно ластхит очень хороший. 78 демеджей. бана у него 300 мм. Топоры откатывают, но маны ему все равно не хватает. Там буквально копеечки. Юзает стики, возвращают его обратно, проиграет шторм и фраг достается как раз таки ему. Резолюшн распечатывает свой счет и общий счет у своей команды. Первый фраг приносит 1-0. Да, 1-0 у Резолюшна. Ну что, в общий счет 3-1. Пока вроде как нексты впереди. Вроде как у них должно быть все хорошо, но у мага скоро появится даггер. И это вроде как все хорошо превратится в вроде как все не очень хорошо. А дальше может быть все очень даже и плохо. Я сам не понял, что я сейчас сказал. Надеюсь, вы поняли хотя бы. Флай собирается законтролить хосту. Так, и почему-то не контролит. Ее оставляет. Маг заберет, летит под фаерфлаем на всех парах за этой хостой. Хорош. Хорош. Чуть-чуть не хватило топить одного крипа. Добьет его Флай. Бэтрайдеру буквально писечки не хватает до даггера и сейчас главное не лопухнуться. Когда у тебя два косаря и ты идешь гангать. Ну, в любом случае Бэтрайдер тот герой, который очень быстро дофармит этот даггер, даже если вдруг умрет. Отхиливается сейчас бутыля, дабы не лопухнуться. Фаерфлай как раз таки откатывает и можно цапать, можно цапать кого-то. Даже бестмастера по идее могут разнести. Во, вот, цапнули. Иди сюда, братюня. Ну и в общем даже развернуться не успевает. Тут его в 4 4 каски уработали. А тем временем Резолюшн ломает Тауэр. Сталось буквально 180 хп, и зайца Глифли, он естественно сейчас вылезет. У него есть вонючий палец. Надо быть поосторожней. Ну и за счет своего ВП он оттесняет. Но Резолюшн. Вортекс 2. Телепорт. Нет, Резолюшн не стал. Резолюшн не жадный. Резолюшн сделал все грамотно. Другой бы дотер может быть сейчас и прыгнул бы. Вот мне кажется если бы играл соло, он бы прыгнул. И не факт, что он бы не заласхитил и не остался бы в плюсе. Соло просто такой, знаете, он больше игрок. В отличие от многих других дотеров у соло своя фишка, он достаточно часто рискует. Иногда это оправдывается, иногда не оправдывается, но вот это его по его части так скажем вот такие моменты на Резолюшн не стал. На Верочку играет. Блэц Фалакрити. Хекс и ВПшечку ему. Не, не стал. Он даже не тратит. Начинает спушивать линию. Быстренько приняли Дистраптора и инстакил. Даже через Фингер не стали его убивать. И Тауэр Эмпайр не дефит. А это огромное количество золота в казну Морфлинга. Тем временем минус визаж в миде. Бэтрайдер реализует свой даггер. Ну, фраг и достается Резолюшн. Бэтрайдер даже ульту не потратил, а это означает, что можно еще кого-то убить. Фамильяра минафидели. Зачем? Немного непонятно. То ли визаж не доконтролил, хотя он в таверне. На топе, на Сайлент и нападение. Есть Эклипс. Сайлент может нажать Эклипс и попытаться убить, но не стал, потому что слишком много крипов. Этот Эклипс мог пойти вообще куда попало, уклонился от топоров. Подхилили, ну и квала отсюда никуда не уходят. Минус Сайлент хладнокровно сэкономил, так скажем, свой ультимейт. И зная, что в любом случае это будет кил. Как ни крути. топор имел 200 мт-1000 и он себе купил ультимейт орб, грейданул стики и такими темпами скоро будет Линкен. Очень хороший у него нетворс, если мы посмотрим, 5800, шторма пока 5000, Сайлент имеет всего 4400, отстает очень плотно, прям до жути плотно. Мантис тоже купил Мидас и у него еще практически два кацаря сверху, его нетворс тоже гораздо выше, чем у Бэтрайдера, хотя нет, не гораздо, разница совсем небольшая, но у него там Мидас и он Фурион, а Бэтрайдер не Фурион и у него еще Мидаса нет. Как бы это не звучало странно, так оно и есть. Делает себе Форс Мак, купил посох, ну а здесь будут делаться некрономиконцы, щиток он свой выложил под смоками вместе с Леоном, но здесь надо будет Луну тоже быстро убивать, чтобы не успели затпшиться и Сайлент реагирует, реакция очень хорошая, но тут шансов просто ноль, Хекс отвлекает на себя внимание, понимая, что его тут уже точно не отпустят, но чтобы ушел, как можно дальше ушел Эквал, у которого, кстати, нет скролла, и Эквала могут тоже поймать, летит, летит Мак, ульта у него имеется в наличии, идет на перерез, но Firefly кончается, и тут уже особо не догонишь, но все, очень грамотно сделал Леон, принял на себя удар, отвлек, за счет этого Бестмастер ушел безнаказанно, такой был на самом деле очень опасный ганг, а по факту поменяли Луну на Леона, и размин очень даже приятный, так как Морфлинг стоит, фармит себе спокойно линию, уже черт его знает сколько минут, у него 1-0-0, его никто не гангает, не напрягает, а сам он даже еще и фраг имеет, плюс стоит, фармит нон-стоп, с фармом у него тоже нет никаких проблем, а вот про Луну я такое сказать не могу, у нее постоянно какой-то экшен, постоянно какие-то нападения, один раз ее спасли, но вот во второй раз спасти не удалось, 0-1-3, 71 крип, и нетворс всего лишь 5000, вот у Эквала опять ульта откатило, Бестмастер на самом деле очень сильный герой, я не знаю, почему его пикаще, чем вот мы видим, так как по факту, ну, реально, его ультимейт имеет кулдаун 80 секунд, если учесть, что Дота на данный момент является, ну, перешла вот в такой агрессивный стиль, очень много агрессии и файтов каждый раз, ну, происходит там, не знаю, за 20 минут минимум 20 киллов, что-то из этого разряда, Бестмастер, по-моему, идеально подходит под такую Доту, грубо говоря, каждую минуту чуть, чуть больше, он может гангать, где-то кого-то убивать, Резолюшн тем временем, спушивает очередной Тауэр, как ни странно, Резолюшн такой, универсальный солдат, вот этот Штурм Спирит в его руках, он и пушит, он и гангает, и все подряд вообще делает, крипов Бэтрайдер очень грамотно увел, и за счет этого Глифф, в миде начинается перепалка, Ривса зацепили, и он тут, по-моему, уже никуда не убежит, тычка долетает и добьет его поезон тач, Тазл получает фраг, Флая хотят забрать, но Флай уже ушуршал, нет, нет, ой-ой-ой, загуливает, загуливает Эквал, Кинетик Филд вышел, вышел из него, Бестмастер дает прокаст, очень больно, мага моментально разорвали, Эквал уходит, прыгает за ним, Резолюшн, Эквал должен здесь отъезжать, прыгает Шторм дальше, еще одна тычка, и врывается в спину Сайленс Эклипсом, просто завершает вот эту шикарнейшую драку, и счет становится 6 на 9, 4 в 1 размен, ну, прям шикардос для имперцев, но не забываем про вот этого бойца, который фармит. Главное, чтоб не вышло так, что он фармил, 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 и потом, как бы, ничего не сделал. То иногда бывает такое, ты фармишь, особо команде не помогаешь, не участвуешь в игре практически вообще, а потом приходишь, и как бы, а там уже все настолько отфижены, и все на тебя болт вложили. Ты так здрасте, здрасте, даже саппорта какого-нибудь убить не сможешь. Это будет, конечно, печально. Морфлинг доделал себе линку, имеет 700 голды сверху, 16-ая минута, замечательный тайминг по айтемам. Просто замечательный. Так, ну а здесь убивается Рошан, птичка прилетела слишком поздно, зачекала, как был убит Рошан, инвиз юзает реза, и Роман готов к врыву. Линкен, плюс у него есть Аегис, бояться вообще нечего. Врывается Бэтрайдер, цапнул иллюзию, хорошо, хорошо Мак, замечательно. Эквалу в кабину накидали прилично. Врывается резолюшн, пытается забрать Ривса, Линкен сбили, Ривс минус, резолюшн, очень много шороху навел, дистраптор из-за ультимейт, Грейв живет, резолюшн, даже Аегис не теряет, Суласамшен его не добил, прыгает и он не собирается отдавать Аегис, два в ноль размен, Суласамшен, Магу больно, уходит Амэзен, два стака масел, возвращает его обратно, Амэзен тоже минус, без шансов для некстов, Империя в салатах разваливает, резолюшн очень грамотно зацепил Риона, который как раз таки является одним из самых опасных на данный момент юнитов, дает дикий дизейбл, стан дизейбл, еще и дэмэдж, который моментально может просто испепелить какого-нибудь Дазла, Дисраптора, да че там, Луну может порвать к чертям собачьим за секунду. Да, очень грамотно сейчас все сделал Роман, за счет чего Империя, даже при том, что Маг зафейлился со своим ультимейтом, потратил его никуда, выигрывают файт, не потеряв никого, даже не потеряв Аегис. А следующий раз, я думаю, Маг не оплошает, не профукает свой ульт, и вполне вероятно, что будет Тим Вайп. Если глянуть на графики, то вот буквально до пятнадцатой минуты примерно игра шла ноздря в ноздрю. Ноздря в ноздрю. И теперь так резко за три минуты до восемнадцатой минуты все было хорошо, и теперь уже все. Ну, нельзя сказать, что все плохо, но все не так хорошо, как хотелось бы. Резолюшн опять врывается на Ривса. Ква-ква. Стан. Фингер есть. И фингерочек ему. Зарядили. Так, Линкен не сбит. О, точнее сбит. И резолюшн отъезжает второй раз. Не успел прыгнуть. Вот она. Излишняя агрессия. В прошлый раз ему повесили Грейв. Резолюшн, наверное, забыл. И еще повесили статик этот, статик филд. И как бы тут статик шторм даже. Вот. Ну и соответственно там убить шторма было практически нереально. там писечки на самом деле не хватило, но когда такой дикий сайленс, да, там огромный АОЕ, плюс у тебя еще Грейвисит и ты убегаешь, то реально тебя добить очень сложно. А вот сейчас шторма убили не то что один раз, два раза подряд. И это немножечко я думаю насчет, ну, на мораль, так скажем, надавило. Next Time теперь у них небольшая плюс мораль. Все-таки они после пары слитых в какаху файтов были как раз-таки на минус морали. Морфлинг Иглсонг приобретает. Морф там тоже. Смотря на него можно плюс моралицей видеть то, что вот тут еще можно затащить. Реально айтемы у него адские. Сделает какой-то шотган. Там такие плюхи будет выдавать. Будь здоров. тут 1800 с регенерацией. Очень приятная руна. И вот империя вместе. Вот только одного бойца у них нет. Ну, тут, в принципе, топор отсутствует, ноут аппарата репликейт. Цапнул и очень-очень опасно может быть. Грейв заранее повесили. Эквала разносят. Грейв тупо не потребовался. Амейзен минус. Очень сильные имперцы. Байбэгается Эквал и возвращает его моментально обратно. Подрубается Эклипс. Много дэмоджа. Подрубил еще и БКБ. Балтяр уложил на этих некрономиконцев. Разобрались с ними. Оттеснили Эмпайр полностью некстов. Но нексты хорошо их растянули. Потратили пока только один байбэг и отъехал визаж, что тоже не очень приятно. Будут пытаться догонять. Шотган пока отсутствует. Адаптив страйк не страшен. Без шотгана прыгает Батрайдер. Эквал пытается повернуться. Ульту все-таки вкастовывает, но очень криво. Эквал еле живой. Добить его не удается. Фамильярчиков минус нули. Сбивают линку морфингу. Банка. Полтинник хп. Бестмастер уходит просто на пипеточки. Ломает Эмпайр Тауэр. Эмпауэр. Даггер появляется у Леона. Я не знаю, кому он там молится, потому что этот Даггер упал с небес, судя по всему. Откуда у него 2150 голды? Так. Проблема у топора. Морфинг под Сайленсом не может подключать свою перекачку и в итоге тупо умирает. Проблема небольшая у морфа. Отчасти этот шторм статик шторм контрит морфлинга практически полностью. Линкен его не спасет. Разве что ты там БКБ какое-то купишь и тогда да, тогда можно забить болт. Я не удивлюсь, если у этого Дисраптора еще Аганим появится, но Флай пока решил купить себе Меку, Арканы. На эти деньги он бы легко себе купил Аганим. Но Мека очень нужный айтем. При буши мы видим сколько он пользы приносит. За счет этого он себе даже Пойнт Бустер теперь может позволить, так как он практически не умирал. У него 12 ассистов и всего 2 смерти. Это очень мало. Кстати, кто у нас тут самый жесткий фидер? Самый жесткий фидер это Эквал. Дальше идет Амейзин. Ну а там уже по чуть-чуть смертей. Остальные такое. 6-1, 6-1, тут 0-2, 1-2, 3-1. Ну у имперцев все хорошо отыгрывают и лучше всего наверное все-таки отыгрывает Флай. Ну вот учитывая как он перемещается по карте и что он делает у Флая пока все очень прям такой противный противный коварный и четкий дисраптор. Ну и в принципе все остальные тоже играют круто. Я бы наверное даже не стал бы выделять кого-то одного в империи. Реально один единый четкий механизм. Молодцы. Смоуки адаптив шотган еще не появился. Ну блин. Надо бы как-то уже морфлингу все-таки дожать и дофармить. Этернал он столько времени не фармил. Можно было бы уделить чуть-чуть для фарма. Вот он прыгает с даггера и пытаются пытаются форсом засейвили прыгает шторм. Как же вовремя Флай подтянулся. Обалдеть. Очень четкий сейв. В итоге вся команда Next падает один за другим. Это минус 4. Империя разрывает в клочья казахстанских дотеров, а топор перемещается вниз и дофармивает свой Этернал. Ушел с репликейта. Благо ему повезло больше, чем всем остальным. Топор. Ну, кстати, Сайлент уже перегнал по Нетворсу. Столько товаров попадало, Рошана убили. В принципе, наверное, нет ничего удивительного в том, что Сайлент перегнал по Нетворсу. Последний внешний тавер пал и пора заходить на хайграунд. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ну что, нексты могут писать ГГ. Здесь уже без шансов для них. Будет, конечно же, последний файт с Этерналом. Посмотрим, что получится. Резолюшн. Самое главное флай, а то типа дальше. Его задача поставить хороший статик шторм, кого-то вернуть, кого-то похилить, смолки и Империя не собирается уходить. Если поймает Леона. Опа! Поймали Леон! Вот он, вот он Леон! С даггером реакция Тигра должна быть у такого героя, но реакция Тигра подвела и ГГ пишет Next Step. Имперцы очень грамотный мов совершили. Достаточно очевидный, я бы сказал, потому что они были фулл ХП, фулл МП, все скиллы на месте и как бы было понятно, что они вряд ли так просто уйдут. Ааа, расслабились. Позиционно стояли неграмотно и этим Эмпайр воспользовались на все 100. Молодцы! Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok